привет всем кто заглянул на канал и cinema 4d r21 115 и так далее давайте рассмотрим теперь эту программку по 3d моделированию дизайн у нее очень простой именно внешний вид вид очень не знаю как это сказать детский что ли давайте в этом ролике погуляем по программе посмотрим что здесь находится и посмотрим что со скульптом здесь происходит так вверху именно вкладки более менее понятно это файл правка создать режимы персонажи анимация все это дело вы нажимаете и здесь вот именно все вот эти настройки которые понадобятся вам потом в дальнейшем в работе инструменты рисования и так далее щелчок левой кнопкой мыши если что-то не убирается на экране жмете все это дело исчезает здесь находится боковая панель в ней именно модель правка модели потом текстура правка вершины ребра полигоны это называется ось объекта вот она находится в центре магнит именно для фиксации модели в данной точке так что здесь еще находится здесь находится инструменты примитивы зажимаете левую кнопку мыши удерживаете и появляются кубы конусы сферы вот так также здесь можно вправке пардон создать раз нажимаете высвечивается примитив то же самое можете конус капсуля полигоны диск цилиндр куб выбрать прежде чем начать работать именно с примитивом давайте на него посмотрим нажимаем представление нажимаем затенение гуро и вот такая у нашего примитива сетка сейчас окно находится именно в компоновке скульпт это вот вверху вот здесь вот вы можете нажимать на вот эту галочку и допустим заходим пока в стартовую именно страницу здесь находится сейчас подгрузится здесь находится у нас именно конверт конвертатор конвертировать примитив его нужно конвертировать именно перед работой так следом что еще здесь есть нажимаете щелчок левой кнопкой мыши на примитив и вот здесь вот высвечиваются у вас вот такие его базовые настройки видимые в редакторе сфера и так далее выключено цвет вида так координаты фонг объект объект у нас стоит стандартный тип можно поставить именно чтобы лепить гексан саздер новые слова мы переключаемся на него и чтобы объект стал именно рабочим нажимаем конвертер нажимаем его все теперь можно с этим примитивом работать можно именно выделять вершины вытягивать как-то вершины это уже моделирование также выделять полигоны зажатый shift выделять несколько полигонов опять же все это вытягивать пока нам это не надо щелчок левой кнопки мыши снимает выделение альт левая кнопка мыши все это дело крутит вертит альт зажатые колесика переносит по экрану и альт зажатая правая кнопка мыши отдаляет приближает это как и во всех программах стандартно что еще здесь можно сделать в принципе здесь уже можно подгружать именно референции это я потом в следующем ролике покажу сначала погуляем именно как я и сказал по скульпту так стартовая нажимаем заходим в скульптинг опять меняется окошко высвечиваются кисточки именно для работы и нажимаем так переключаемся вот на этот квадрат называется работа именно с моделью правка модели щелчок левой кнопкой мыши высвечиваются настройки и теперь нам нужно подразделить именно вот эту вот сферу можем это все сделать нажав разбить вот таким образом вы видите что добавляются полигоны вот такая штука можно их тут же нажать понизить или вот здесь в боку левая кнопка мыши перетягиваете вот этот полоток также здесь можно создать новый слой добавляем выбрать какую-то кисточку оттиск колесико приближаем сейчас я вам покажу как выглядит кисть зажатое колесико увеличивает увеличивает размер кисти надеюсь вам ее видно цвет не очень и уменьшает ведете влево вправо это прибавляет уменьшает кисточку если зажимаете колесико вверх вниз это сила давления колесико отдаляет так здесь опять же симметрия можете поставить по иксу смотрим где что находится а левая кнопка мыши крутим вертим переносим находим две точки вот они прибавляем вот таким вот образом находим именно ось также чтобы переключиться по окнам щелчок именно колесиком здесь вот у вас появляются разные оси это x y z и именно перспектива нажимаете на перспективу и вы вот можете работать с ней здесь опять же можете нажать любой именно вид так все это работает повторюсь через колесико ось x вот эту вот симметрию можно стать по z по y по x но надо ставить для каждой кисточки так ну что давайте полепим посмотрим как происходит процесс представление представление нажимаем затенение гуру отключаем видимость именно сетки так увеличиваем кисточку чтобы было видней мы попробуем оттиск вот он наращивает массу все работает по иксу вот такая штука вот таким образом теперь перекрутим смотрим что тут да как колесико приближаем и посмотрим теперь как все это дело работает именно так смещение это именно вытягивание вот вы видите что она тянет кисточка именно часть примитива и опять же для каждой повторюсь кисточки нужно ставить симметрию именно для каждой и альт работает именно с размером кисти вот вы можете что-то здесь моделить что-то вытягивать вот таким вот образом хоть пигмея и давайте посмотрим как ведет себя сетка сетка здесь вообще себя ведет очень хорошо вы видите что она сильно не ломается не надо ее контролировать не надо как-то подстраиваться все мягенько работает как шкульпт из альфа 6 если сравнивать опять же сетку можем отключить это вот мы сейчас на вот этом слое который создается здесь вот новый слой также его можно удалить и вы видите что мы вернулись на общий объект который был в начале теперь мы можем опять создать слой можем также блокировать слой если что-то вот вытянули мы нажимаем блокировку все мы теперь работать с ним не можем прикольная штука так переключаемся на другой слой возможно и где-то работаем уже этим слоем этот слой теперь можем именно удалить и получается остается работа общий слой ctrl z возврат возвращается если вы что-то удалили возвращается при ctrl z и этот слой который вы удалили здесь вот можно вот так все это делая переключаетесь по слоям и можно возвращаться опять же ctrl z ctrl z ну вот такая простенькая штука кисти именно нож вот так он все это дело прорезает очень мягко опять же я сравниваю со скульптой с альфа 6 там точно также все уводится легко сфера ведет все хорошо так что еще здесь есть 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 плоскость это вот выравнивает вот эту вот часть какую-то делает ровный где-то можно подрезочку сделать опять же для каждой кисти ставим интенсивность вот можно сферу выровнять и вы видите что вы по ней если будете водить ведется на себе шикарно не ломается все мягко ну прям радостно так что еще здесь можно подчеркнуть ну в принципе ничего такого вот можно вздутием работать надуваете надуваете какую-то часть именно примитива ctrl левая кнопка мыши все это дело вдавливает так оттиск ставим так ставим оттиск уменьшаем именно кисточку и попробуем через ctrl все это дело повдавливать вот все прикольно вдавливается и все прикольно рисуется вот такая штука можно какой-то нос нарисовать где-то что-то подмять если прибавить именно интенсивности и уменьшить кисточку то можно нарисовать вот так вот рот через ctrl можно все это дело вдавить немножко нужно привыкнуть к работе в этой программе так сглаживание воск так сжатие вздутие усиление давайте попробуем что тут у нас с усилением что делает эта клавиша ставим по иксу неинтересное какое-то смещение вот давайте поработаем смещением вот это уже интересная кисточка где-то можно что-то преподать и вот уже получается в принципе какой-никакой персонаж и вот так вот вниз вот зубы добавить будет какой-нибудь скелет интерфейс очень повторюсь понятен так маска работает вот таким вот образом через ctrl она стирается здесь вы можете потом вот где вы замаскировали уже можно что-то делать вы не зацепите эту часть вот таким вот образом ну вот такое скучное наверное путешествие по этой программе она очень простая ничего тут серьезного все очень понятно дерзайте изучайте залазьте что-то лепите здесь пробуйте все всем пока до свидания